Сегодня сотрудниками Харьковского рыбохранного патруля совместно с курсантами Национального инститета. Защиты были проведены методические занятия, на которых были подняты такие темы, как оказание помощи человеку, который провалился под лед, также оказание медицинской помощи человека, который получил при охлаждении, всевозможной другой помощи при переломе, кровотечении. Рыбакам мы давали такие маленькие методические указания. Довидник рыбалки, в котором собраны правила спортивной любительской рыбалки. Описано, сколько можно ловить рыбы сутки, также описаны штрафы, описаны места зимовальных ям, которые находятся на Красноскольском водохранилище. Согласно приказу номер 134, 27 октября 2017 года, Управление государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области, установлены места для запрета лова рыбы и других водных швовых ресурсов на зимовальных ямах в период осенне-зимней времени 2017-2018 года. На Красноскольском водохранилище таких участков всем были уведомлены, все люди, да, и в озетах печатали, по телевизору рассказали об этих местах. То есть рыбаки в курсе, где они находятся, эти ямы, и что на них нельзя ловить рыбу. Инспектора каждый день находятся или же на воде, или же в данный момент зимой на льду. Проводим постоянные беседы с рыбаками-любителями по поводу правил спортивного любительского лова, а также по поводу правил нахождения на льду. Материал-финанская база, конечно, очень сильно изменилась в лучшую сторону. То есть были выданы и моторы, и лодки. Горячосмазочные материалы с ними тоже проблем нет, то есть полностью обеспечены. Обязательно соблюдаем и советуем другим, как ловить. Насчет льоду тоже предупреждаем, самое осторожно. Материал-финанская база, плотва, подлящик, лящ, щука, окунь, судак. На Червоноскільском водосхове есть 7 зимой нахождениях ям. Близу лесная стена, поблизу труба за голубой волны. Зимой нахождения существуют для того, чтобы зимой нахождения кислородом происходит. И рива отлично себя чувствует в этих местах. Инспекторы Харьковского рыбоохоронного патруля следят за тем, чтобы на зимой нахождениях ямах не проводился лов рыбы рыбаками-любителями. Чтобы соблюдались правила любительского и спортивного рыбальства. Если будут скоені порушения, будем составлять админматериал, реагировать на это соответствующее. Регулярно складываются админматериали по поводу зимой нахождения. Уже складено больше десятка админматериалов. Мне предложил Валерий Владимирович пройти курсы водолазной подготовки еще на первом курсе, когда я еще был. Мне сразу эта мысль понравилась и я решил попробовать. Мне это очень понравилось и я начал этим заниматься до сегодняшнего дня и не планирую бросать это дело. Костюм килограмма 2-3, ну где-то килограмм 15. В воде легче, чем на поверхности. В легких снаряжениях это намного легче, но в зимнем снаряжении немножко тяжелее. Ну привыкаешь при тренировках, при спусках. Происходит тренировочный спуск для отработки и поддержания своих навыков. Когда есть возможность выехать в какое-то новое место, как сегодня, мы обязательно берем с собой необходимое снаряжение для похода под воду и отработки каких-то учебных навыков. Вообще отработки навыков по спасению, обнаружению, поиску. Это действительно очень тяжело и нужна выдержка, какая-то психологическая подготовка. Когда ты под тем же льдом, мороз, ты, например, подтекаешь или ты замерз. И доделать работу до конца, а не сказать, я не могу или не буду. И подняться на поверхность. Ребятам из рыбного патруля я рассказывала о том, как нужно вести себя при обморожении. Показывала то, чем можно было бы этого достичь, то есть сохранение тепла человека. И также рассказывала о таких мероприятиях, которые помогли бы человеку сохранить жизнь при переломах открытых-закрытых, кровотечениях. И показывала способы, которыми этого можно было бы достичь. Думаю, после этого мероприятия многие люди, теперь многие рыбаки, знают о базовых правилах поведения на льду. И первой домедицинской помощи при обморожениях или после того, как человека вытянули слунку, когда с ним случилась такая вот неприятная ситуация. Продолжение следует...